Всем привет-привет! Девчонки, у кого-то были такие ситуации, когда мужчина сам написал вам первый, да, и вы обменялись несколькими фразами буквально, и всё, и он пропал. Или там, сегодня, к примеру, вы с ним попереписывались, а завтра всё, он исчез, и, может быть, вы даже ему что-то отправляете, да, какое-то сообщение, а он не отвечает. И, ну, думаю, что у всех были такие ситуации, хотя бы единожды они были. И, а была ли у вас такая ситуация, что вы сами нашли профайл чей-то, посмотрели фотографии, вам всё понравилось, там, да, и профайл понравился, и вы первое написали мужчине, он вам ответил, у вас так интересная переписка, а вы потом думаете, а, нет, не буду больше ему писать и отвечать на его сообщение не буду. Ну, конечно, не было. Почему? Значит, что-то пошло не так. Вашему респонденту в какой-то момент становится скучно, неинтересно, потому что, да, если человек проявил инициативу, написал, и он не получил ожидаемой реакции, какой-то реакции, да, он не получил никаких эмоций, конечно, он думает, о, боже мой, или уснул, или думает, о, боже мой, как уныло всё, грустно, и уходит. Но я имею в виду, если человек там нормальный такой, при памяти, знаете. И хочу вам прочитать переписку моей знакомой девочки, как пример, как можно вообще мужчину встряхнуть. Встряхнуть, так, знаете, хорошенько, разбудить, чтобы он не уснул. Ну, сразу хочу оговориться, она сама мне переслала эту переписку, и, конечно, с её разрешения буду читать, ну, без имён, естественно, да, без каких-то вот нюансов, просто короткий участок переписки, вот, как завязывалась вот эта вся переписка. Итак, и вот смотрите это, не конкретно там на какие слова, а смотрите на схему, как вот, да, как это всё было. Ну, в общем, мужчина первый ей пишет, привет, там по имени называет, меня зовут так-то, я живу так-то, мне столько-то лет, я разведён по профессии инженер, у меня свой бизнес там и там, и в настоящее время я ищу серьёзные отношения с умной, добросердечной и красивой леди. Вот понимаете, да, вот давайте остановимся здесь на минуточку, вот все мужчины и фантазёры, то есть они ищут и офигенно умную, и ой, какую красивую, а ничего, что это два разных человека. И большинство женщин, да, вот мы большинство, нас большинство, и не такие прямо внеземные красавицы, ну, да, симпатичные, да, ну, и не семипяди, ну, не дуры, конечно, как бы, ну, но они вот мечтают найти вот и умную, красивую и добросердечную. Ну, ой, у меня кошка вышла. Кстати, у меня кошка поправилась на полкило с того момента, когда я стала ей мазать уши. И вот, они хотят и умную, и красивую, да, а ничего, что этих женщин всего несколько человек таких в мире, и мы их знаем поименно, и они точно не сидят на сайтах знакомств. Ну, хорошо. И она ему отвечает, привет, по имени, ну, он знает, приятно познакомиться. Что она там ему еще пишет? А, приятно познакомиться. Она ей отвечает, о, привет. И она ему не сразу отвечала, как бы, через время, через какое-то она увидела его сообщение, да, он пишет, о, привет, привет, спасибо за ваш ответ. Как дела? Она отвечает, ну, я в полном порядке, а ты? Говорит, ну, я тоже отлично. Насколько может быть хорошо для пятницы? С нетерпением жду спокойных выходных. И я в этот момент ей звоню, знаете, я выскочила, как черт из табакерки. И она мне говорит, ну, вот что это, ну, вот унылость, да? Говорит, вот, привет, привет, как дела? Жду выходных. Она говорит, ну, вот что ему писать? Ну, вот что? Я говорю, спроси, какие у него планы на выходные. И она у него спрашивает, какие у тебя планы на выходные? Он ей пишет, ну, там, отличный вопрос, ну, здесь похолодало, поэтому я не смогу часто выходить, выходить, ну, на улицу, видимо. Буду просто заниматься домашними делами и проводить время с моим сыном. Как насчет тебя? Она говорит, вот, как бы, она говорит, ну, что, написать ему, да, что у меня тоже есть ребенок, что у меня дочка. Я говорю, подожди. Спроси у него, сколько у него детей и сколько им лет для начала. Говорю, давай вначале выясним вообще, стоит ли нам на него время тратить. Вдруг там у него 40 детей, там, старшему 35, 35, младшему год, и они все живут с ним, и что там его очаровать, смысл какой. Ну, а нам смешно, весело, знаете, мы по телефону хохочем. И она у него спросила, да, сколько у вас детей, сколько им лет. Отправила. Следующее. Я тоже буду проводить время с дочерью. Отправила. Он ей пишет, у меня один сын, и ему 18 лет, он живет со мной. А сколько у тебя детей? И тут она мне говорит, слушай, как бы, что, писать про ребенка сейчас расписывать? Я говорю, нет, ставь 12 и отправляй. А у нее дочке 12 лет. Я говорю, поставь цифру просто 12 и отправь. Так, а нам же время надо, знаете, это же через транслейтер, она пишет в транслейтере, переводит через переводчик, то есть, чтобы и быстро было, да, чтобы он не успевал там заснуть, пока там придет от нее ответ. Она отправила ему 12 и тут же переводит там, что у меня одна дочь, и ей 12 лет. И вот она ему отправила, а он успел ей уже ответ написать. И он пишет, ой, извини, ты имела в виду, что у тебя 12 детей или что твоей дочери 12 лет? Да, то есть, у мужика за полминуты челюсть успела отпасть до пола. Он там, наверное, прикинул, думает, боже мой, отруги у нее 12 детей. Вот это, да, я выбрал даму. И он даже потом не смог скрыть своих эмоций. И после этого он ей пишет, так и пишет, фух, я тоже так думал. Ну что, 12 лет дочери, боже, благослови ее. То есть, он не смог даже скрыть свои радости, понимаете, что он так обалдел вообще, да, 12 детей. И женщина такая вышла на сайт знаком с 12 детей, и она смелая такая. И, понимаете, и в то же время и обрадовался, да, в ту же минуту, что, слава богу, один ребенок только. И он ее спрашивает, какая у тебя профессия? Она ему отвечает, а вы ищете помощника? Тебе, помощник мужу отправила. Пока он там думал, она ему отправляет, я инженер. Он ей отвечает, я тоже инженер. И все, завязалось, да. И вот они на почве инженерии, вот они переписывались. И он там какие-то инженерные штучки начал писать. И она ему отвечает. Ну, я думаю, что мы уже достаточно сблизились на почве инженерии. Каков следующий шаг? И он ей опять там что-то промасутила, вот эти инженерские его приколы. И смеющиеся, и ха-ха-ха, да, и шлет. И мы ему отвечаем, окей, давай посмеемся. Ну, в любом случае, было приятно тебя встретить. Ну, Насте, приятно было тебя встретить. И он ей пишет, ну, судя по вашим ответам, вы, ну, по фотографиям, вы красивая, а по вашим ответам вы, ну, образованная. Она говорит, что, в ответ ему тоже написать, что он классный? Я говорю, нет, пиши, что да, я такая. И она ему отправила. И я саим. Тут у него, наверное, глаза еще больше увеличились, да? Потому что, ну, наверняка не все женщины так дерзко отвечают. А она и дерзко, да, в одно и то же время так дерзковато ему отвечает. И тем и интересно. Тем и интересно. И при этом, да, вот такая интересная. И вот видно, что уже, и вот он уже заинтересован. Ой, а кто там ему так отвечает? Там, по сути, там, да, чуть-чуть дерзит. А вроде бы это и смешно, и с юмором, и как-то вот это все, все вместе. И он там уже... Я говорю, ладно, мы его уже там ошарашили пару раз. Я говорю, давай похвалим. И она ему пишет, ты нравишься мне все больше и больше. Ну, они же там все это, эти хохочущие смайлики отправляют друг к другу. Она ему пишет, ой, ты мне нравишься все больше и больше. И он ей в ответ тоже решил ошарашить, видимо. И он пишет ей, а готовы ли вы переехать в Нидерланды? Мы ему отвечаем, не сегодня. Все, думай как хочешь. Понимаете, и ответили, да? И правду сказали, и ничего не сказали. Не сегодня. Он пишет, ладно, я понял. Ну, значит, точно завтра. Тоже, понимаете, он на волне. Он такой уже... Он уже играет, он игривый, он проснулся. Все, он уже не такой уставший в пятницу. И... Извините. Моя жабочка, видите, вернулась. И вот он уже... Уже хочет вообще увидеть эту женщину. Он уже такой... Зондирует почву. Я говорю ей, пиши. Он пишет, я, да? Значит, точно завтра. Я ей говорю, все, пиши, что тебе нужно там собирать вещи, я не знаю, паковать чемоданы. Увидимся завтра. И выходи с сайта. Потому что вот это сейчас такой вот этот пик, накал, когда он уже такой... Он уже начинает вроде ее как-то, да? Говорит, а ты вообще готова ты в мою страну там переехать? Ему уже вот так интересно, у него вот такие эмоции, да? И... И все. И она ему написала, да? Пойду вещи собирать для поездки, завтра увидимся. И вышла. Я говорю, вот смотри, он тебе сейчас там вдогонку будет писать. Я говорю, на сайт не заходи, не проверяй. Ой, посмотришь завтра. На завтра. Она открывает, и действительно. Он ей прислал вдогонку. То есть, понимаете, он такой уже разодоренный, ему уже так интересно это все, кто там такая, что там за женщина. И вот это... В разгар вот этой переписки она и ушла. И он же видит, что она вышла с сайта, ее нет. Но он не может остановиться. У него вот это, да? Продолжается, продолжается эмоция. Он ей пишет. Ммм... Ну, хорошо. Добро пожаловать там в мою страну. Видит, что она ушла, и все. И не заходит. Пишет ей через время. Да, кстати, мне тоже пора спать. Прислал. Еще через время. Вы мне понравились, и я хочу продолжить завтра. Еще через время. Я понимаю, что тебе нужно отдохнуть сейчас. Спокойной ночи, милая. Вот как вы думаете, вот исчезнет этот человек из ее переписки? Нет. Понимаете? С первых шагов. А ведь развитие могло быть другим. Вот он прислал ей там, привет, привет, как дела? Вот так дела. Что делаешь? Как ты? Да, вот так. Жду выходных, устатый. Да, весь такой, в устатке. Ну и ладно, не жди. Всем скучно. А тут, оп, как они оба взбодрились, друг друга разбудились, да, насмеялись. Я уверена, что он тоже там смеялся от ее ответов, таких неоднозначных, или наоборот, таких однозначных порой, да. И вот так она его удивила. Так что вот, девчата, смотрите алгоритм, применяйте его вообще к своим ситуациям, к вашим перепискам. То есть, если вам задали вопрос, это не значит, что вы обязаны прямо сейчас на него ответить. Вот прям сию секунду, и только на него. Нет, вы можете задавать свои вопросы, то, что вам интересно, и не надо стесняться, и не надо там как-то объясняться, знаете, впадать в детали. Нет. Вот я вам прочитала конкретную переписку. Что она о себе рассказала? Да, по сути, ничего. От мужчин, она с той стороны, ему это интересно, потому что он о ней не узнал достаточно, и ему хочется о ней узнать. Хочется, поэтому, да, конечно, это их общение продолжится, имеет продолжение, потому что, конечно, он о ней ничего не узнал, он только узнал, что она образованная, интересная и такая дерзковатая. По-хорошему, по-хорошему, то есть она не подстраивается под его диалог, да, под его монолог, она не подстраивалась. Она огнула свою тему. Так что, я надеюсь, вам этот пример, может быть, кому-то поможет вот сдвинуться с этой точки, да, и завязывать вот такие знакомства с продолжением. Я вам всем желаю удачи, всех вас люблю, будьте счастливы. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!